О том, как не попасться на удочку мошенников, напомнило руководство регионального ОМВД. С начала 2018 года по фактам дистанционного хищения денежных средств возбуждено 311 уголовных дел. В руки преступников ушло порядка 20 миллионов рублей. Самыми доверчивыми оказались жители областного центра Старого Оскола, Белгородского, Шебекинского, Волуйского и Губкинского районов. Только за последние сутки установлено еще два факта мошенничества. На брифинге руководство ОМВД еще раз напомнило основные признаки мошенничества. Это если вам позвонили или прислали смс, что у вашего родственника неприятности и для решения проблемы требуются деньги. Если вам пришло смс, что банковская карта заблокирована и для ее восстановления. Необходимо прислать пароль или ввести определенные комбинации цифр. А также если вам сообщили о грядущей денежной реформе и предложили обменять деньги на купюру нового образца. Или попросили перевести деньги за получение выигранного в лотерее приза. Кроме того, сотрудники ОМВД убедительно просят жителей региона. Чтобы не переходили по ссылкам, которые приходят из незнакомых сторонних приложений, либо от незнакомых людей. То есть при переходе по ссылке, получается, заражением мобильного устройства, на указанных видах техники должна стоять обновляемая антивирусная система. Это может спасти от совершения хищения. Продолжение следует...